Ермонах Серафим Роуз, тайной книги Апокалипсис. Опасно полагаться на свое мнение. Итак, мы не должны увлекаться специфическими образами этой книги, очень запоминающимися, драматическими образами, зверей, драконов, жен на небе и так далее. Мы не должны сами делать какие-либо фантастические заключения. Ни в коем случае нельзя ее просто взять, прочесть, а потом толковать так, как придет в голову. При чтении ее надо учитывать содержание Священного Писания в целом и то, как его толкует Церковь. Прежде всего, нужно читать ее при постоянном духовном окормлении. Православным людям, которые ходят в Церковь, молятся каждый день, причащаются, читают Священное Писание, и не только эту книгу Писания, и другую духовную литературу. Если человек в целом ведет жизнь христианскую, и если наше православное христианство – это сознательная брань, которую он ведет каждодневно в своих условиях, хотя бы творя некоторые молитвы, и читая что-то из Писания каждый день, и осознавая, что мы христиане, и брань продолжается, тогда нас не ошеломит какая-нибудь новая катастрофа, происшедшая в нашей жизни, или ложное истолкование каких-либо образов из этой книги не заставит сойти с ума. Главное, мы должны читать эту книгу богобоязненно, не полагаясь на собственный разум. Каждый, кто читает подобные книги, в том числе книгу пророка Даниила, чьи образы весьма схожи, должен в самом начале запомнить, что не следует доверять всему, что придет ему в голову. Если нам кажется, что мы по собственному опыту, или благодаря своим знаниям, понимаем, к чему относится какой-либо абзац, то следует подвергнуть это сомнению. Не должно делать никаких выводов, пока мы не сверились со святыми отцами, не посоветовались со своими священниками, и не соотнесли это собственным христианским опытом. Ни в коем случае не следует думать, что мы поняли просто потому, что что-то выдумали. Например, многие люди напридумывали всякой всячины о числе 666, могут доказать, что это Наполеон, Гитлер, Папа, Римский Цезарь и еще кто угодно. Но это совсем не значит, что сие верно, сие есть просто личные домыслы. Понимание священного писания – это дело всей жизни, и потому не стоит быстро решать, что мы много понимаем. Чем больше у нас сомнений по поводу собственного понимания, тем глубже мы начнем понимать, особенно если читаем и другие книги по этой теме – «Духовные книги и толкования». Основное православное толкование принадлежат архиепископу Аверкию Джорданвильскому. Это последняя глава его руководства к изучению священного писания Нового Завета. Большинство своих толкований он заимствует у отца 5 века, святого Андрея Кисарийского. Он – один из тех немногих авторов, которые написали толкования ко всей книге «Апокалипсис».